Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Вау, вау, вау. 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 Вау, вау. Вау, вау, вау. Вау, вау. 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 Вау, вау. 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 Айдар Мырза, вы говорите о том, что у вас есть дин, социология, понимание, агарство, кассивство, младенство. А у вас есть дин, а у вас есть дин? Я не знаю, что у вас есть дин? Сейчас, я знаю, что у вас есть дин? Спасибо, что у вас есть дин, спорт, это дин, топливо, и я думаю, что дин? Это дин? Потому что у вас есть дин? У них все дин? Здесь все есть дин? Угамдаги спорт и динет тарбиеси. То есть, это вообще, когда люди говорят каждое время, что каждый человек делает себя. Например, если у меня есть спорт в 2 раза в 3 раза в 3 раза, то это и все, что мы занимаемся. Вы как говорите, что вы думаете о спорт. Нет, это не спорт. Я занимаюсь в школе. Я занимаюсь в школе. Я занимаюсь в школе. Сейчас я занимаюсь в футболом. Я думаю, что это очень важно. В этом году мы не можем дать себя. Классикалы, мы не знаем, что марксистская позиция. Это не то, что марксисты. Классикалы, но это очень много. Кенес Амадов не может дать себя. Это не только в Казахстане, а это не было. Альманску, теперь они в мозге полаг difféértированы. У них лед sentazi, где они продолжаютrir обл, кто будет людей по образованиям. У них какой-то Baptist рабочий событий? У меня их母, как такое? В этом году в Казахстане есть в Казахстане и в Казахстане. В Казахстане есть в Казахстане и в Казахстане. В Казахстане есть в Казахстане и в Казахстане. В Казахстане есть 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 в Казахстане. ... ... ... ... ... ... У нас есть три тюльпы? У нас есть три тюльпы. 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 У нас есть три тюльпы, Это очень многое. Это очень многое. Я не говорю, что это не так. В этом мире есть билингвизм. Это очень многое. В этом мире, в Канаде, в Канаде, в Канаде, Сейчас есть 20% в Канаде. В Канаде, 2% в Канаде, есть 2% в Канаде. 20% в Канаде? 20%. А, когда? Да, в Канаде, есть 3% в Канаде. Из-за того, что есть 3% в Канаде, есть 3% в Канаде. Сейчас мы расскажем о посткенестике. В этом кенестике есть два языка. Например, два языка. Один язык. Один язык. Еще один язык. У меня очень много. Добавил суббалку. Субтитры делал DimaTorzok 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 Матина Садвокасова ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Как вы думаете, что вы думаете? Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Жес қазғанда күндіз минус 2 түнде минус 11 Көкшедауда күндіз 5 градус түнде 10 градус оқ Қарағандыда күндіз 7 түнде 14 градус нөлден жоғары Қостанайда күн қолмалы күндіз 2 түнде 10 градус аяз Қызларда да күндіз 0 градус түнде 7 градус қаден күнсі ұтат Құралда күндіз 0 градус шамасында түнде 9 градус нөлден түмен Өскеменде күндіз 10 градус кешке 16 градус аяз болады Қаулдарда Қаржуат күндіз 5 түнде 9 градус соқ Қаулдар күндіз 4 градус түнде 10 градус аяз Қаулдар күндіз 4 түнде 10 градус нөлден түмен Продолжение следует. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 4 DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 но форма другая была, хочу сказать сразу, потому что... Сергей Мирза, бізге хабарласқан көременіміз бареке, мүмкін сырағы болар, сізге қабылдап алайық. Кайлы таң саляматсызба, сіз текелей фердесіз. Саляматсыз. Саляматсызба. Есіміңіз қайуынғырден хабарласып тұрсіз. Семьеден, ерк қазы. Ага. Иә, тыңдап тұрмыз. Тыңдап тұрмыз, горым бейз, уқасқа целы шестер. Не, елдің құштың күшін әріп. Сергей Мирзаға айтылымыз келіп отырғой, ер? Я, я. Семьеден қолыз күрміз. Я, я, сұрағыңыз барма? Бар, бар. Ага, койырғыз. Елдің құштың күшін әріп отырғой дейсіз. Күшін қолыс бастыры, не, ненің қолмайыз келіп, құштың күшін қалымыз күшін қpurландыард. ДHHctions бастың күшін қолымыз күшін құштың күшін қойу жатырға ғойды. Күшім құштың күшін қалымыз. Блин, как вам правильно объяснить насчет допинга? Допинг для нас, для батыров, да, допустим, это шпармак, правильно вы говорите, коза, ешь правильную здоровую пищу, ты будешь очень сильный, натуральную пищу нужно кушать, да, то, что нам сейчас прививает, там, кока-кола, там, чипсы, это неправильная пища. Существует генетический фонд, который на протяжении многих лет, в Казахстане он складывался, то есть казахи всегда ели мясо, всегда пили чай, от этого они были сильными. Хаза тоже допинг? Да, допинг, допинг, допинг есть, допустим, ну, я могу более научно объяснить, да, по поводу синтетических препаратов, которые есть, но правильное питание никогда не заменит ни один допинг, допустим, да, если ты правильно питаешься. Есть препараты, которые позволяют увеличить какой-то свой резерв человеческий на определенное количество времени, но пройдет это время, ты опять будешь на том же уровне, плюс с огромным вредом для своего здоровья. Я против этого. Я думаю, блин, что он показать, наверное, всех интересует, что же я подарил Владимир Владимирович. Какую фигуру я сделал. Немножко, конечно, студии ограничивать, чтобы показать, здесь невозможно поднять лошадь в студии, да, к примеру. Ну, человека, конечно, мы можем поднять одной рукой, но мы, наверное, все-таки завяжем все-таки гвозди, покажем, какой подарок был выполнен, какой подарок мы показали Владимиру Владимировичу, сделали. Ну, я хочу сказать, это несложный номер, но он очень символичный. Почему он символичный, я сейчас расскажу. Можно, да, я сделаю? Он символичный. Он же синди мастер-пэр. Ой, ну, хаврил. Он очень символичный. Почему он символичный? Потому что, когда Хаджимуканму Найпасов уже был в возрасте преклонном, допустим, 70 лет, он, в принципе, такие же узлы завязывал очень легко. И, когда он ездил по улам, когда он ездил по улам, он такие узлы дарил уважаемым людям. То есть, это не просто узел, да, из гвозди, это, если мы так посмотрим, да, это напоминает какую-то пирамиду, да, своеобразную, принципы роста человека. Если мы посмотрим так, это на узел, да, напоминает. Это, почему символично, это стальная связка, во-первых, да, стальная связка народов всего Казахстана, я хочу сказать. То, что во главе в Казахстане, во главе всего стоит дружба народов. И то, что мы не можем сказать, да, я, допустим, там, белорус, я, допустим, армянин, я узбек, я татарин. Мы говорим, мы казахстанцы. И это самое главное. Да, конечно, 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 это подарок вашей студии, лично вам. Но мы можем что-то еще сделать. Я один такой маленький, всегда делаю, говорю, мужчины, всегда говорят, Сергей, зачем там. Когда, кстати, я начал этим заниматься, все говорят, это вообще, ну, это бестолковое дело, ты портишь гвозди зря. Зачем ты? Я хочу сказать, ребята, не обращайте на кого. Если у вас есть цель, идите к ней, несмотря ни на что. Даже если тысячи людей будут против вас, вы должны остаться верны своей цели. И это будет правильный выбор. И он, то есть, от этого у вас будут свои дивиденды. От этого вы будете выигрывать. И следующий момент, который я хочу показать, это называется, как сэкономить и доставить девушке удовольствие с помощью одного гвоздя. То есть, если вы занимаетесь, допустим, изометрической гимнастикой, и у вас есть возможность, допустим, вы покупаете килограмм гвоздей. Например, покупаете килограмм гвоздей для начала, а потом, после этого, допустим, нужно вам сделать какой-то подарок девушке, да? Девушке, даже не. Жене, ну, можно жене, можно второй жене. Но лучше, да, лучше жене, конечно. А я что, слух, да, сказал? Слышали, да? А, вот. И делайте вот такой вот подарок. Сергей Мирзов, вот вас не забавно? Да, конечно, конечно. Вот такой вот подарок делайте. Да, вы жене подарите, скажете. Айролым, да, жену? Скажете, Айролым. Я тебе подарил свое сердце, много мужчин тебе дарили свое сердце, но железное сердце тебе дарили никогда. Дорогая, прими, и я вас научу дальше, как дальше говорить. Это еще не все. Она только заулыбается, растает, надо добить. Вы скажете, это оно железное, но оно наполнено моей любовью, поэтому прими его. И оно еще является тарисманом очень хорош. Пожалуйста, подарите. На депутат Сергей Мирза, ол жасқа силов жатқын сектору кетті, бірақ сен он ар-ғарай, ига, ар-айлынға аппарын керек. Керемет Сергей Мирза, тамаша, алып күшиесі бізде қонақта болды Сергей Мирза. Сіздің ар-ғарай шығармашылығыңызға жалпы өміріңізге табыстылейміз, бізге студиямызға алтын уақытыңызды бөліп, сұхбат бергенізге үлкен рахмет. Гүлбарш, мен тағы бір нәрсе, сұрап кеттіңге отыр Сергей Осоқаден, 180 тонналық локомотив сүреді, атты көтерді, рекордтың жаңды, 5-сүрін әлемдік рекорд жаңырды. Кәлде әлемдер әлемдер әлемдерді, бәңдерлің бәр. Она должна жить. Силовая культура Казахстана, о ней должен говорить весь мир. И сейчас то, что мы сделали, там, завязали Владимира Владимировича, там, узел, президента Татарстана, ну, штанабершечу, узел, Лукашенко завязали узел. Это уже маленький шаг к тому, что сила – это бренд Казахстана. Чтобы все люди говорили, не только, да, в СНГ, но и во всем мире. Они всегда должны говорить, что в Казахстане живут самые сильные люди. Сильные не только физические, но и духом. Сильные не только физические, но и духом. Сильные не только физические, но и духом. Ну, вот , вот. Вот. В этом году мы получаем в Казахстане, которые мы получаем в Казахстане, которые мы получаем в Казахстане. я хочу сказать да на самом деле я везде где бы не уступал перед кем бы не уступал я всегда говорю я продолжатель силовых традиций казахстанских полуанов хаджимукан и монет паса блан шалака и мое искреннее уважение то что свела с меня свела судьба с его родственниками что мне посчастливилось поднять камень хаджимукана попробовать поддержать гирю то есть я хочу сказать что дедушка хаджимукан оставил свой большой след не только в культуре казахстана мы в культуре всего мира то есть и мы должны это сохранить и уважать это наследие которое нам хаджимукан оставил к сожалению он умер в нищете как мы знаем у него очень печальная история была хотя это величайший человек человек можно сказать столетие я бы так назвал очень большая культура стиль который я делал да я иногда одеваю ботинки и мне постоянно то есть у меня есть ботинки другие ботинки есть я их одеваю просто джинсами куда-то с шалбаром просто ботинки высокие сапоги вернее сапоги с казахским орнаментом и когда я куда-то выхожу иду ну как бы все говорят почему ботинки одел я говорю у каждого казаха должны быть такие ботинки почему ты не носишь такие ботинки это наше наследие почему американцы ходят своих ботинках шляпы потому что они это ценят и уважают свою культуру это прежде всего мы тоже должны это уважать мы должны передавать кто если не мы будут будем показывать своим примером молодежи как ходили наши деды почему мы не должны мы должны делиться этим наследием не только силовой культурой да прежде всего почему сильная страна сильная нация потому что не сильная культура сильная идеология только поэтому соблюдаю вот эти каноны мы станем сильными сила в единстве сила в продолжении традиций сила в культуре Спасибо за просмотр! 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 Спасибо за просмотр!